добрый день сегодня мы поговорим о восстановлении движений в голеностопном суставе в стопе много было вопросов на эту тему и по этим отзывам по вопросам я понял что основная проблема что многим пациентам некому помочь в их восстановление то есть они занимаются сами поэтому рассматривать восстановление движения мы будем с точки зрения самостоятельности и использования тех или иных предметов которые позволяют облегчить этот процесс и сделать его максимально эффективным конечно восстановление движений в голеностопном суставе после инсультов черепно-мозговых травм других заболеваний неврологического порядка требует комплексного подхода и максимальный эффект достигается при использовании лечебной физкультуры физиотерапевтического лечения массажа кинезиотепирования и так далее если будет интересно пишите в комментариях и мы рассмотрим и физиотерапевтическое лечение массаж то есть весь комплекс кому что интересно будет пишите сегодня мы рассмотрим исключительно использование упражнений для восстановления движения в голеностопном суставе и для этого так как мы будем рассматривать это с точки зрения самостоятельных занятий то есть пациент у нас с гемипорезом то есть одна рука одна нога у нас выключены из процесса поэтому я постараюсь все показывать одной рукой чтобы было понятно что это возможно это можно делать самостоятельно для проведения разработки и восстановление движений и выполнение упражнений в голеностопном суставе мы будем использовать вот такую ленту она как правило используется в занятиях йогой но мы ее приспособим для работы с голеностопным суставом одной рукой и так я буду использовать одну руку условно у нас правосторонний гемипорез и соответственно все я буду делать левой рукой так приступим для наглядности подниму штанину и так как одевается это штуковина мы отлепляем все липучки кладем ногу на эту ленту цепляем соответственно за губы специально делаю левой рукой я правша чтобы максимально осложнить себе процесс зацепили вот что у нас получается то есть у нас стопа зафиксирована в руках ремешочек в ремешке специальные петли это очень удобно вот и при помощи этой ленты можно разрабатывать контрактуры растягивать голеностопный сустав тем самым убирая спастику в стопе то есть здесь видите достаточно удобно работать одной рукой также голеностопный сустав у нас совершает не так много движений и в основном основное движение которое интересует всех пациентов это чтобы стопа работала на себя чтобы носок не цеплялся при ходьбе и так далее поэтому упражнения самые простые если вообще нет движения то мы пытаясь совершить движение помогаем себе натягивая носок на себя упражнение выполняется медленно чтобы прочувствовать что включается стопу нас поднимает передней большеберцовой мышцы она проходит вот здесь и даже если максимально пассивно будет ее сокращать это все равно окажет положительное действие если есть минимальные движения или движения на фоне спасти то есть скручивание стопы вот когда вы пытаетесь носок потянуть на себя прихватывать головки кроножей мышцы и стопа скручивается внутрь ничего страшного пробуйте но за счет вот этой ленты не давайте скрутиться стопе а в момент когда она начинает скручиваться тяните носок на себя то есть чтобы включалась именно та мышца которая должна в этом случае работать еще одно достаточно комфортное упражнение для движения в коленостопном ставе это когда нога чуть-чуть согнута когда нога поставлена на пятку она уже опустилась и здесь вы пробуйте вместе с коленом то есть потянуть на себя ногу если это не получается опять же мы берем ремешочек и подтягиваем стопу то есть каждое движение упражнение выполняется активно пассивно то есть часть вы делаете сами и часть вы пассивно дотягиваете стопу максимально на себя то есть это основные движения которые восстанавливают переднюю большеберцовую мышцу и движение в коленостопном состоянии только лишь мы одели эту штучку сразу пройдемся еще по тем упражнениям которые можно делать при помощи вот этой ленты самостоятельно лежа мы можем она достаточно длинная мы можем учиться поднимать прямую ногу совершенно спокойно мы можем учиться отводить прямую ногу сейчас у меня нога полностью расслаблен мы можем поднимать ногу по диагонали вверх для формирования более менее правильного шага и растягивания приводящих мышц которые при инсультах часто задействованы часто спазмированы и забрасывают ногу внутрь помимо всего прочего мы также можем тренировать сгибание ноги в колене то есть чуть-чуть под согнули или как правило у многих пациентов из положения здоровая нога согнута в колене есть хорошие начальное движение хорошие попытки то есть как только нога чуть-чуть согнула и здесь мы ее дотягиваем за счет ленты и также выпрямляем опять чуть-чуть вверх потянули и положили это очень удобно то есть можно использовать самостоятельно и тем самым делать те упражнения которые невозможно выполнить без посторонней помощи помимо всего прочего очень важно использование ортезов при ходьбе то есть стопы держать или ортезов для того чтобы носок не цеплялся чтобы на газ вставала правильно но это возьмем как отдельную тему об этом мы поговорим в следующих наших видео я покажу какие ортез бывают какие можно использовать какие не совсем помогут или вообще не помогут вот соответственно на этом все всего доброго будьте здоровы 0 0 0 0 0 0 Продолжение следует...